В советское время саратовцы отмечали Новый год дважды. По местному времени и по московскому. В этом году наш регион вновь ушел на час вперед от столицы. В связи с чем у нас возникает вопрос, по какому времени саратовцы собираются встречать Новый год и как они будут обходиться без привычной речи президентов в полночь. Сейчас об этом и спросим. Я не застала это время, когда был двойной праздник в СССР. По местному мы как бы поднимали бокалы, ну так, предварительно, а по-настоящему, да, по московскому времени. Я так думаю, как родители. Так же по саратовскому и обязательно по московскому. Речь президента все смотрим. Каждый год это так же традиция и большая честь на нас, чтобы смотреть выступление президента. Мы, конечно, думали, как это сделать. Если будут два раза показывать речь, думаю, что дважды будем отмечать, дважды будем слушать речь президента. Сначала по одному, потом по другому. Да. Придержимость такая же будет. Да два раза отметим, ничего страшного. Ну, во-первых, я его отмечаю трижды. По-северному, по-ямальски, это на два часа разница, потом по-московски и по-родному, по-грозненскому, а санкт-грозненскому, чеченную ингушетию. Так что я несколько раз отмечаю. Только по-московскому. Конечно, по местному. Дальнейшему можно еще по-московскому. Ну, хотелось бы, конечно, в 12 послушать. Специально для наших телезрителей «Саратов-24» покажет речь президента Владимира Путина в 23.55 по местному времени. Ура! Хорошая новость. Ну, я так и думала, что что-то, наверное, придумают для нас. Смотрите телеканал «Саратов-24» во всех кабельных сетях на 21-й кнопке. Продолжение следует...